МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Праздничный бал «Мелодия весны» прошел в Москве. А теперь более подробно об этих и других новостях. Новые возможности поддержки русского языка за рубежом обсудили представители МИД России и Узбекистана Сергей Лавров и Абдул-Азист Камилов. На официальной встрече дипломаты отметили, что российское образование сейчас вызывает интерес в республике, а потому особенно важно обеспечить доступ к обучению. Вот уже несколько лет Узбекистан входит в пятерку стран, где студенты выбирают российское образование. Учатся они не только в учебных заведениях России, но и у себя на родине, в филиалах российских вузов. В прошлом году пандемия серьезно изменила формат обучения. Университеты перешли на дистанционный режим, а иностранные студенты на время вернулись к себе на родину. Правда, приехать учиться вновь в Россию у многих до сих пор не получилось. Эпидемиологические ограничения серьезно повлияли на взаимодействие между странами. С трудностями столкнулись и студенты, и трудовые мигранты. Решение этих вопросов попытались найти главы МИД России и Узбекистана на встречу в Москве. Мы подтвердили готовность России и дали обеспечивать широкие возможности для получения узбекистанской молодежью российского высшего образования. В Узбекистане работают и пользуются поддержкой руководства страны 12 филиалов отечественных вузов. И в Российской Федерации высшее образование получают порядка 35 тысяч граждан Республики Узбекистан. Из них около 9 тысяч за счет средств российского бюджета. Во время заседания дипломаты также отметили позитивное решение отношений между Россией и Узбекистаном. Даже в период всеобщих ограничений государства смогли сохранить торговые и экономические связи. Несмотря на тяжелые последствия пандемии, тем не менее, наше экономическое сотрудничество развивалось достаточно динамично. Между нашими странами растут объемы взаимной торговли, продолжается реализация приоритетных проектов промышленной кооперации в различных отраслях экономики, а также программ гуманитарного обмена. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность и дальше поддерживать образовательные проекты в Республике, а также содействовать популяризации русского языка за рубежом. Носители русского языка обладают особым типом мышления. С таким мнением выступил глава Российской Академии наук Александр Сергеев. Уже более полугода РАН ведет работу над фундаментальными исследованиями мозга. И, как считают ученые, именно язык человека влияет на его восприятие мира. Подробнее в нашем следующем сюжете. Защита культуры и языков народов России сейчас является одним из приоритетных государственных направлений. В 2019 году даже был создан особый фонд по сохранению и изучению родных языков. Специальную программу готовят и представители ученого совета Российской Академии наук. Так, на одном из последних заседаний члены президиума обсуждали новые задачи языковой политики. Все понимаем, что надо изучать, сохранять языки. Но как это делать? Огромный вопрос. И очень хорошо, что у нас руководство нашей страны сейчас поставило этот вопрос очень серьезно. Вы знаете, что было поручение президента страны по итогам Совета по русскому языку при президенте. И в соответствии с этим поручением и разрабатывается сейчас концепция изучения, сохранения языкового разнообразия. Социолингвистика. Так называется раздел науки, который изучает феномен коммуникации между людьми и особенности языкового поведения в различных социальных группах. Известно, что любой язык является культурным наследием. Еще издавна сложилась традиция его передачи «Из поколения в поколение». С интересным предложением выступил глава Российской академии наук Александр Сергеев. Он рекомендовал изучать русский язык как особую структуру мышления. По мнению ученого, язык человека является не только предметом коммуникации, но и оказывает прямое влияние на восприятие окружающего мира. Как человек реагирует и как произносит слова, это является таким основным, скажем, наверное, моментом. Но вообще русские люди достаточно сами по себе темпераментны. Эмоции эмоциональны и эмоций достаточно много выражаем руками, жестами. То, как человек выражает свои мысли, с помощью каких слов, каким образом он доносит это, как он проявляет это в речевых оборотах. Это как раз и является такой диагностикой, в какую сторону можно смотреть и с ним рассуждать. Программа по сохранению языков коренных народов Российской Федерации, а также поддержанию русского языка, будет разрабатываться в ближайшие два года. В регионах страны планируется создать уникальную сеть культурно-языковых центров. В них будут регулярно проводиться исследовательские работы. 60 лет назад Юрий Гагарин стал человеком, который впервые в истории покорил космос. В честь этого великого события мы совместно с телестудией Роскосмоса рассказываем вам о самых интересных новостях в космической сфере. Сегодня вы узнаете о ведущем предприятии, который на днях посетил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин посетил одно из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности НПО «Лавочкино», где ознакомился с ходом работ по ключевым проектам в области планетных исследований «Луна-25» и «Экзомарс-2022». В данный момент «Луна-25» проходят комплексные электрические испытания летного изделия. Они проводятся в чистовой камере контрольно-измерительной станции. Генеральному директору Роскосмоса был представлен стенд наземной отработки бортового комплекса управления «Луна-25». После посещения производственно-испытательной базы прошло рабочее совещание о ходе создания космического аппарата «Экзомарс-2022». Напомним, в декабре 2020-го во Франции в городе Канне проведены испытания десантного модуля и его составных частей на электромагнитную совместимость и другие тесты. Кабинет «Русского мира» появился в Луганске. Новая образовательная площадка была открыта в Государственном педагогическом университете. Теперь гости и студенты смогут изучать здесь русский язык, литературу и историю. Уже несколько лет Луганский педагогический университет сотрудничает с фондом «Русский мир». За это время удалось реализовать множество успешных проектов, в том числе именно благодаря грантовой поддержке фонда был выпущен учебник «Русский язык и культура речи». 1 марта, в день столетия университета в Луганске, прошло торжественное открытие кабинета «Русского мира». На праздничном мероприятии присутствовали директор программ по странам СНГ фонда «Русский мир» Всеволод Железнов, депутат Народного совета Луганской народной республики и ректор Луганского педагогического университета Жанна Марфина, а также другие гости и преподаватели вуза. Цели фонда очень высокие и возвышенные. Это и популяризация русского языка, и культуры, и истории русского народа. Но для нас это событие значимо еще и тем, что это хороший посыл быть нам и чувствовать себя частью великого народа, народа-созидателя и народа-победителя. Новый кабинет русского языка, культуры и истории поможет студентам больше узнать о культурном наследии русского мира, а также познакомиться с уникальными методиками и практиками российского образования. Всероссийский молодежный бал прошел в колонном зале Дома Союза в честь празднования 8 марта. Организатором такого мероприятия выступила политическая партия ЛДПР. Лидер организации Владимир Жириновский лично поздравил всех женщин с праздником. Танцы, тематические конкурсы и концерт. В преддверии Международного женского дня в Москве прошел настоящий современный бал. Гости соблюдали тематический дресс-код. Девушки пришли в нарядных вечерних платьях, а мужчины в классических костюмах. Открыл мероприятие Владимир Жириновский. Он выступил с приветственным словом и поздравлениями. Мы несли культуру, праздник, праздник в душе, радость, чтобы музыка играла, чтобы вы хотели танцевать, чтобы всегда был выбор, с кем вы танцуете. И обязательно появятся какие-то внутренние симпатии, чтобы это было частью вашей жизни. Нельзя все время пахать труд, настройку, силену. Это можно, нужно, бам, все это можно, но остается культура. По мнению политика, подобные мероприятия должны проходить регулярно во всех городах страны. Балы, музыка и танцы – это давние русские традиции, которые важно передать следующим поколениям. В организации весеннего праздника также участвовал Институт мировых цивилизаций. Вместе с партией ЛДПР они уже традиционно и не первый год проводят такие мероприятия. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру. До новых встреч и до свидания.